Каково это жить на склоне горы? Про Хайфу знают все, но если вы ее не посетили, представление о городе у вас будет самое приблизительное. Что же такого особенного в Хайфе, что отличает ее от прочих городов? Самое главное, что Хайфа это город на горе. Впрочем, скорее частично на горе и частично у подножья. Гора эта носит имя Кармель, именно она дала название католическому ордену кармелитов, чья церковь находится на самой ее вершине. И независимо от того, что часть районов Хайфы расположены на побережье Средиземного моря вокруг горы Кармель, все равно гора определяет в жизни города буквально все. Даже метро тут особенное, с кривыми вагонами, потому что ветка расположена снизу вверх по склону. Передвижения по Хайфе тоже ограничены особенностью рельефа. Из точки А в точку Б вы зачастую добираетесь весьма извилистым путем, если эти точки находятся на разной высоте, а дорога проложена зигзагами серпантина. Есть тоннель, который проложен сквозь горы, чтобы сократить расстояние, но он платный и к тому же подходит не для всех направлений. Помимо тоннеля, есть только две возможности перемещаться по горе по прямой. Это метро, о котором я уже говорил, и две канатные дороги. Одна из районов Бат-Галим, другая от транспортного узла Меркадитами Франции. Вы понимаете, у нас горы, горы. Ты в зоопарке был? Там верблюд видел верблюд? Обиделся. Другой захватывающей особенностью жизни в городе на горе являются многоквартирные дома, построенные прямо на склоне. Я даже не представлял, насколько это причудливая конструкция, пока не увидел своими глазами. Вот представьте себе, склон градусов этак под 60, и прямо из него вертикально торчит дом. В доме там, допустим, 9 этажей, если смотреть на него снизу. А если смотреть сверху, то этажей может быть и 7, потому что два нижних вкопанных склон. Дорога, по которой можно подъехать к дому, зачастую проложена выше по склону. При этом между краем дороги и стеной дома получается приличное расстояние. И для того, чтобы попасть внутрь, нужно идти по специальным мостикам, как будто в средневековых замок. Особенно забавно, что мостик этот упирается в стену дома на высоте третьего или четвертого этажа, в зависимости от того, насколько ниже дороги по склону построено здание. Таким образом, вход в подъезд получается не внизу, а где-то в середине дома. То есть, если вы живете на первом этаже, вы не можете просто выйти из квартиры прямо на улицу, что было бы логично. Вам придется подняться на лифте на четвертый этаж, и там уже по мостику пройти на улицу. То же самое, когда живешь наверху. В лифте нужно всегда помнить, что не надо на автомате жать первый этаж, а надо внимательно выбирать тот, на котором у вас в доме вход. И, конечно, если ваши окна или балконы выходят на ту сторону, где уклон горы, надо постоянно следить, чтобы ничего у вас снаружи не выпало. Если, к примеру, ваш ребенок играет на балконе в мячик, и этот самый мяч внезапно улетает за ограждение, все, с игрушкой можно попрощаться. Потому что выйти и подобрать упавшие уже не вариант. Укатиться в другие районы на несколько километров, пока куда-нибудь не уткнется. Это разные горы, это какие-то горы и пригорки.